Православная Зорница Особенно ответственность и колоссальный опыт, потому что проводим это впервые на общеепархиальном уровне, и наша Зорница посвящена собору тульских святых. Мы приехали в гости на Ефремовскую землю. Здесь будет проходить игра Зорница. Мы приехали поддержать свою киреевскую команду «Каскад». Надеемся, что это мероприятие пойдет всем на благо. Сейчас мы будем играть в игру Зорница. Мне очень нравится, что эта игра проходит рядом с храмом, потому что можно зайти помолиться или рассказать о Боге тем, кто еще ни разу не молился. Для ребят Ефремовского района Зорница не в новинку. Добрая традиция ее проведения зародилась в прошлом году и была приурочена к 20-летию организации ветеранов боевых действий «Пламя». На самом деле хотелось бы вам сегодня пожелать, прежде всего, чтобы вы сплотились сегодня своими командами, получили хороший заряд эмоций, чтобы вы сегодня зарядились в городе Ефремове и на будущее стремились к тому, чтобы еще участвовать в таких мероприятиях, как Зорница. Удачи! Рады вас видеть на нашей благословенной Ефремовской земле. Почему благословенной, подчеркиваю? Потому что, наверное, нет нигде такого района, где больше храмов, как Ефремовская земля имеет. И поэтому мы собрались здесь на самом удобном, красивом месте, чтобы представить радость сегодня. Я вам преподобаю Божие благословения провести эту игру на высоте. Храни вас гост и помоги вас. Много блага, лета, дети. Спасибо вам. Хочется, конечно, отдельно поблагодарить митрополея Алексея за то, что он благословил такое мероприятие интересное, потому что здесь собралась практически вся наша Тульская область. И огромное количество детей будет задействовано в этом мероприятии, благодаря чему мы сумеем выстроить новый патриотический уровень воспитания наших детей. Очень хочется надеяться, что подобные мероприятия будут проходить и дальше. То есть это будет только начало и развитие вот этой новой тенденции общения в таком формате с нашим молодежью. И учитывая то, что уже на нашей земле проходит сегодня такое большое мероприятие, хочется верить, что мы будем принимать еще это мероприятие не один год. Наша команда из Тул прибыла на игру за Орница, чтобы узнать намного больше. Здесь можно встретить сборку-разборку автоматов, полоса препятствий, метание гранат. Наравне с нами играет группа девочек. Всем очень интересно и весело. Пик популярности Зорницы пришелся на середину конец 20 века. Ориентированная на пионеров, игра представляла собой имитацию боевых действий, как во время военных учений. Первая Зорница прошла 23 февраля 1964 года. Автором игры Зорницы была Зоя Кротова, учительница из села Мысы Краснокамского района Пермской области. Она придумала правила, по которым миллионы советских детей обучались навыкам армейской жизни, воспитываясь в духе патриотизма и любви к Родине. По благословению высокопреосвященнейшего митрополита Алексея мы проводим здесь Зорницу в преддверии праздника тульских святых, который будет совершаться 5 октября. И сегодня, в День памяти святых мучениц, веры, надежды, любови и Софии, мне хотелось пожелать всем участникам и участвующим, чтобы Господь укрепил нас в вере, наставил нас в надежде, и чтобы любовь всегда была в нашем сердце. Мне хотелось бы передать архипастерское благословение Владыке с пожеланием мира, благополучия и помощи Божьей во всех ваших делах и начинаниях. Только что закончилась военная игра Зорница. Наш отряд георгиевцев принял участие и всем нашим очень понравилось. Зорница помогает нам развивать наши физические навыки, которые понадобятся не только как мальчикам, но и девочкам. Куликово поле называют главным первым ратным полем России. Теперь у нас есть свое поле, поле Ефремова. Здесь нас учат быть дружными и учат нас, как главное работать в команде. Завершилось замечательное мероприятие Зорница, которое прошло с большим размахом. В нем приняло, как я понял, 8 благочений Тульской епархии. Это большое количество молодежи со всех уголков нашей замечательной области. И отрадно заметить, что в церкви очень большое внимание уделяется духовно-растному и патриотическому воспитанию молодежи. Это очень важно. И я думаю, с Божьей помощью это хорошее начинание будет продолжено в дальнейшем. Игра Зорница, развивая физические возможности и начальные военные навыки, позволяет глубже понять и раскрыть смысл патриотизма, в основе которого лежит стремление человека захоронить то хорошее и доброе, что с Божьей помощью накапливается поколениями. Все это является фундаментом, на котором истори формировался русский дух защитников Отечества и веры православной.